Сегодня мы тоже будем продолжать по вопросам речи, и мы будем размышлять, как ставить под контроль нашу речь, да, для того, чтобы мы не просто, понимаете, вот так говорим, 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 а потом вдруг взяли и сорвались, и поехали, да? Да? Знаете, у вас бывают такие случаи? Все нормально, нормально, на ногу у вас наступили, и тра-та-та-та-та-та-та, и сердце всего полилось, да? Поэтому вчера мы говорили, и сегодня, видите, об речи, но вчера мы говорили о правде и лжи, да, и мы говорили, что ложь, тоже это не всегда бывает, когда только говорят лживые вещи, да, Но есть еще лошон-гора, то есть мы говорим плохие вещи, которые могут унизить репутацию человека и так далее, да? И это является недопустимым, что есть сплетни, да, есть клевета, есть вещи, о которых мы говорим вроде бы правду, но что? Эта правда не служит миру, правда? Поэтому такую правду что лучше, говорить или не говорить? Да? Если вы имеете любви, или если эта правда не служит миру, то не надо. Понимаете, не всегда нужно правду говорить, вы понимаете, да? Бывает, правда просто разрушает человеческие отношения и даже может разрушить судьбу человека. И не одного, а очень многих, правда? Поэтому у евреев есть очень такие важные законы и положения, что можно говорить, когда, можно говорить, когда нельзя. И ложь бывает, видите, не только когда мы лжем сознательно или несознательно, да, но даже тогда, когда мы молчим, может одно тоже наше присутствие быть в ложе, да? Ложей является тоже частичное умалчивание, то есть мы создаем какое-то впечатление, что мы это все знаем, да? А в действительности мы этого что? Не знаем, да? И так далее. То есть мы что-то говорим, и люди думают, о, какой знаток, какой человек. В действительности, что это все наше знание весьма поверхностное, да? И может ложь быть на благо, может быть допустимая ложь и даже необходимая ложь, правда? В каких случаях? Опять-таки, в вопросах пикуах нефеш, да? Если существует какая-то опасность для жизни и здоровья человека, да? Ну, а также мы можем в таких случаях сказать ложь, вернее, ну, как сказать, не ложь, если человека это может обидеть, оскорбить, да? Но мы не должны лгать в том случае, когда мы должны исправить человека, да? Невесте можно сказать, что она красива, потому что в любом самом некрасивом человеке есть Господь, да? И можно найти нечто красивое. Мы говорили уже об этом. И, по сути дела, это не является ложью. И сегодня мы будем говорить об этике речи вообще. Потому что, помните, мы говорили, что есть еще такие тоже разновидности Лошон-Гора, когда человек многословен, да, многословие, пустословие, да, это тоже плохо. Помните, он деляет человека от Бога, да, обесценивает наши молитвы, вот, то есть производит отрицательное действие. И пустословие, мы говорили, это тоже есть результат, чаще всего, гордыни человека, да? Либо этот человек считает, что он очень много знает и начинает поучать других, либо для того, чтобы обратить на себя внимание. А также такие случаи, когда различные анекдоты люди говорят, да, вот так далее. Есть анекдоты, которые могут нас чему-нибудь научить и которые содержат мудрость, а есть различные шутки и анекдоты, которые унижают человека, да? И так тем самым, унижая человека, мы унижаем образ Божий, который в этом человеке. И сегодня мы будем продолжать эту тему, тему этики речи. Мы остановились еще на таком интересном месте, да, правда, общение с Богом. Вавилонский Талмуд, Шаббат, 55а, говорит, печать, буквально подпись Бога верна. Хасидский Равин Елибелек из Луганска, он умер в 1786 году, сказал, «Когда я умру и предстану перед судом справедливости, меня спросят, был ли я достаточно справедлив?» Я отвечу «Нет». «Когда спросят меня, помогал ли я достаточно бедным?» Я отвечу «Нет». «Учился ли я достаточно?» Снова я отвечу «Нет». «Достаточно ли я молился?» И мне снова придется дать тот же ответ. Или, может быть, кто-то думает, что он уже это достаточно делал. Правда? И тогда верховный судья улыбнется и скажет, «Эй, Берех, ты сказал правду даже только потому, для тебя есть место в мире грядущем». Нужно ли говорить правду умирающему? Согласно авторитетам Талмуда, серьезно больным нужно сообщить об их болезни, но ни в коем случае не говорить с уверенностью ничего, что могло бы лишить их надежды. Когда человек умирает, мы говорим ему читать «Видуй». «Видуй» – это такая молитва-исповедание, которая перечисляется грехи, да? И человек говорит, что он виновен в этих грехах. Мы говорим ему, многие прочли «Видуй» и не умерли, а многие не прочли его и умерли. Это Шульхан Арух Марейде. То есть, помните, мы говорили, что жизнь человека – это подготовка что? К смерти. Вся проблема в том, что вся культура современная, она боится смерти. Да? Люди боятся смерти, и верующие боятся смерти. И они пытаются вот этими шутками, да, и часто шутки над смертью, отдалить, постоянно вот это, находиться в таком состоянии, возбужденном, эйфории, да, только, блин, не думать о смерти. Но в действительности человек должен постоянно думать о смерти. Он не думает о смерти как к чему-то ужасному, да? У нас есть жизнь и смерть, благословение и проклятие, и мы выбираем. Но в физическом смысле умрут все, да? Весь вопрос, где мы потом окажемся, да, в этом мире. Поэтому подготовка к смерти очень важна. И я когда тоже был врачом, в советской медицине рекомендовалось не говорить больному, что вот ты умираешь, и тебе там осталось месяц жить или год жить, да? Потому что неверующий человек, жизнь его заканчивается, он с ужасом думает о моменте смерти. Для верующего смерть – это только переход из одного, да, состояния в другое. Поэтому я считаю, что нужно обязательно говорить человеку, но говорить это так, чтобы он, как говорится, от печали этой не покончил жизнь с собой убийством. Вы понимаете, что есть люди, от отчаяния кончащие жизнь с собой убийством. В действительности, если человек знает, что приближается смерть, у него есть прекрасное время подготовиться к ней. Как подготовиться? Замещание сделать, да? Распорядиться, закончить ту работу, которую он не закончил, или посмотреть, какая работа вообще не нужна, и ее не стоит заканчивать, правда? Вот, подумать о своей душе, потому что раскаяться, вы знаете, не всегда человек может. Он думает, что вот покаясь завтра, покаясь завтра, и что получается? А завтра у человека что? Может не быть. И если человек знает, что ему недолго жить на этом свете, это даже хорошо, потому что он может размышлять, он может покаяться, и он может сделать подготовку своего сердца. Видите, смерть – это только переход из одного физического состояния в другое состояние. Из нашего четырехмерного континуума, да? В многомерный континуум Божий, который мы называем Вечностью. Но затем будет, вы знаете, воскрешение, да? В телах. Тела будут особой природы, не знаю какой, но особой природы. И суд, который говорит, да, куда человек дальше направится. И опять-таки, это не суд, не взвешивание наших добрых и плохих дел, да? Мы просто попадем туда, где наша природа, да? Если наша природа ближе к цатану, если мы боимся света, куда мы попадем? В тьму. Если мы стремимся к свету, да? Мы попадем в свет Божий. И есть еще особый суд. Есть, вы видите, суд для неверующих, да? Я говорю, не только дела, потому что дела, по делам их судиться будет, это плоды. Но плод наших дел, ну, я уже не буду повторяться, это что? Наш характер, наша судьба, правда? Это результат наших дел. И есть какая-то интересная вещь, мы говорим и читаем, да? Что некоторые люди спасутся, да? То есть, в спасении сомнения нет. Но они как спасутся? Как бы из огня. Некоторые люди это связывают с огненным крещением, то есть, погружением в огонь, да? Ну, в любом случае, погружаться в огонь не очень хочется, правда? Да? Поэтому лучше сделать так, чтобы наши дела и все наше суть не сгорело. Когда говорится о вот этих делах, как мы строим, здесь не говорится, сколько человек мы евангелизировали, да? Здесь не говорится об особых каких-то других вещах, что мы сделали, сколько мы там написали и так далее, да? Здесь это дела, которые приводят к изменению нашего сердца, да? Если наше сердце будет гореть, оно будет гореть. И оно спасется, но как бы из огня. Вот поэтому такая вот разница, что говорят, верующие на суд не приходят. А с другой стороны, да? Оказывается, с кого начнется суд? С верующих, да? Но мы говорим, что видим, что результат этого суда будет все равно оправдание. Но мы перенесем такой стыд, и я не знаю, может быть, еще что. Это не имеет, я еще раз говорю, никакого отношения к тому, что говорят, как это, чистилище, да? Чистилище наше вот здесь. Это наше чистилище. Или кто-то подумает, может, у кого-то здесь рай, или кому-то здесь ад. Здесь еще не рай и не ад. И как бы нам здесь плохо не было, да? В аду еще хуже. Согласны? Как бы нам здесь хорошо не было, в раю еще лучше, да? Раби Елизер говорил. Рожденным умереть, мертвым воскреснуть. Живым предстать перед судом. Знать, возвещать и осознавать. Что же мы должны? Знать, возвещать и осознавать. Что Он – Бог. Он – Создатель и Творец. Он – Всеведущий. Он – Судья. Он – Свидетель. Он – Истец. И Он же будет судить. Да будет Он благословен, ибо нет перед Ним ни правды, ни забвения, ни лицеприятия, ни подкупа. Все принадлежит Ему. Знаю, что всему ведется учет. Я не знаю, какой у Бога компьютер, но там не только все наши дела, но и даже наши мысли записаны. Да? Всему ведется учет. Да не сулит тебе злое начало, что в могиле найдешь ты убежище свое. Помните, мы говорили, самоубийство – это что? Самоубийство – это часовой, покидающий свой пост. Некоторые думают, мне так тяжело на этом свете, да? Вот видите, причина такая, что у тебя тяжелая болезнь – это не причина для самоубийства. Понимаете? Мы говорили о тех причинах, которые в случае самоубийства – это самопожертвование, да? Или восхваление свящего. А может быть, эту болезнь тебе дает Господь, и это есть часть Божьего плана твоего исправления. Страдания сами не исправляют, вы понимаете? Но согласны, что то, как мы их принимаем, оно может способствовать нашему подъему вверх или нашему падению вниз. Помните, я говорил, верующий может быть бедным, но не должен страдать от бедности. Верующий может быть больным, да? Но не должен страдать от болезни. И даже какое бы сильное, тяжелое страдание не было, я понимаю, это страдание, это действительно страшно. Но если самоубийца, покидающий свой пост, страдания его, что? Будут намного хуже. Поэтому да не сулит тебе злое начало, что в могиле найдешь ты убежище свое. Ибо не по своей воле ты создан, не по своей воле родился, не по своей воле живешь и не по своей воле умрешь. И не по своей воле должен будешь держать ответ и давать отчет перед царем всех царствующих. Святой да будет он благословен. Кадош барух гу. Поэтому мы должны готовить человека к смерти и должны сами готовиться к смерти. Это будет тема, может быть, отдельного нашего занятия. Но в любом случае человек должен знать, что его ожидают в ближайшее время. И больной не должен быть усыплен чувством ложной безопасности. Потому что у него будет ложное понимание о том, что он может и что он должен сделать в этот оставшийся момент жизни. И это очень важно. Я вам хочу еще сказать о важности подготовки внутреннего человека. То есть то, что мы говорим, что мы будем спасены из огня, вовсе не оправдывает нас, что мы должны полностью быть пассивными в этой жизни, да? Или строить поверхностное. Или не изменять себя. Вы понимаете это, да? Что есть вечное осуждение от Бога, да? Но мы видим, что для верующих, хотя они спасутся, как бы из огня. Я еще раз говорю, не знаю, что это такое. Но это серьезное предупреждение для нас всех. Согласны? Это очень серьезное предупреждение для нас всех. Я опять перехожу к своему любимому поэту Вадиму Шефнеру. Потому что я нахожу в нем очень многие интересные вещи. И это характерно ведь, если вы считаете, стихотворение или какую-то притчу, да? Для нас это намного лучше даже, анекдот. Это заставляет нас задумываться. Вот о грешниках и праведниках. В грехах мы все, как цветы в росе. Святых между нами нет. А если ты свят, ты мне не брат, не друг мне и не сосед. Я был в беде, как рыба в воде, и понял закон простой. Там грешник приходит на помощь. Где? Отвертывается к святой. Задумайтесь. Если ты свят, ты меня не брат, да? Странное положение. Почему же мы такое встречаем? И часто, вот если вы вступаете в финансовые отношения, или ремонтируете квартиру, или кто-то вам что-то помогает делать, говорят, лучше с неверующим делать, чем с верующим. Согласны? И это правда, и каждый мог в этом убедиться. И это очень страшно. Это очень страшное для нас предупреждение. Да? Правда? Почему? Давайте будем думать, почему. Видите, есть святость, которая идет от внутреннего человека, да? И есть святость внешняя. Чем же святость внутренняя, вот эта, отличается от святости внешней? Степенью гордости. Дьявол, он что? Имеет абсолютную гордость, да? Бог, он имеет, кроме того, что он Бог, Эль-Хагадоль, Гагибор, Ганара, и так далее, но он, оказывается, абсолютно смирен. И если святость, если святость не имеет смирения, да, это не святость. Это проявление гордыни. Это проявление гордыни. Я, знаете, так тоже странно. Вот 15 лет уже с Богом, да? Я делал различные дела, я учу, я считаю, что я учу правильно. И все, ну, вот этим летом Бог что-то делает во мне странное. Да? Я обнаружил, что я уже с Богом, можно сказать, 16 лет. Ну, если взять водное погружение, где-то 15 с половиной получается. Ну, 16 лет уже человек получает паспорт. 16 лет получает зрелость, да? Вот. И я думал, что, в общем-то, я нормальный верующий. И когда я посмотрел внутрь самого себя, я увидел, что у меня столько гордыни, столько злобы, Божий меня упасил. Да? И вот стал я размышлять. И раньше я думал, я, в общем-то, человек не гордый. Если вы меня знаете уже какое-то время, вы знаете, что у меня в основном заниженная самооценка, да? Я считал, что гордый человек, ну, это тот человек, который превозносится на другие деньги. Да? Превозношение. Но это, я вам скажу, это самая такая верхушка айсберга гордости. Большая часть гордости нашей внутренней. Вот смотрите, если вы обижаетесь, значит, это что? Гордость, да? Вот. Если вы, наоборот, говорите, я никчемный человек, и так далее, это тоже есть результат гордости. То есть, есть гордость, направленная внутрь, да? И есть гордость, направленная, скрытая, да? Помните, мы говорили, многословие – это тоже гордость, да? Если мне трудно быть в общении с людьми – это тоже проявление гордости. Эгоизм – это гордость. Мы будем говорить еще о спасении заповедей «не завидуй». Зависть – это что? Это тоже проявление гордости. По сути дела, в любом нашем пороке, как говорится, мы можем видеть один и тот же корень, да? Гордость. Гордость. И если человек думает, что он уже не гордый, да? Оказывается, это человек гордый. Тоже гордый. Поэтому я так тоже думал. Как я же думаю… И вот я нашел ответы на многие свои вопросы в книгах вот этого пастора. Если, может быть, вы знаете, Константин Шаповалов. Я вам эти книги не подарю и не дам читать. Можете посмотреть просто в перерыве. Здесь у него есть очень интересные книги. Вот, например, «Анкета 33». Это о церкви, да? О структуре церкви и так далее. Когда Бог не отвечает на молитвы? Да? Есть такие молитвы, на которые Бог не отвечает. Когда и почему это происходит? Это очень для нас важно. Христианская взятка. Вот здесь тоже есть интересные этические принципы, которые очень похожи на те этические принципы, о которых я говорил. Как в отношении бизнеса, да? Так и в отношении, когда давать или не давать взятку. И видите, в основном, почему мы такие вот злые, почему мы такие бедные? Каждому хочется, да, быть богатым. Но Бог нам по милости своей не дает богатства. Потому что это богатство будет передоимно на хорошее или на плохое. Оно и может возвысить нас, да? И гордость нашу. Некоторые думают, ну вот я раз богатей, я тут буду давать церкви построю, то и все. Знаете? Вот, слава Богу, да? Бог меня научил жить в бедности, а богатства у меня нету, потому что я не способен, да? Будучи в богатстве, я обязательно отойду от Бога. И Бог, по своей великой милости, да, не дает мне богатства. Когда говорят, что ты будешь преуспевать, и вот это известное выражение Иоанна, да, чтобы ты преуспевал, да, а как же, говорит, как преуспевает твоя душа? Какой твой внутренний человек, да, такое будет твое преуспевание. И когда ты в действительности перестроишь своего внутреннего человека, увидишь, что это внешнее преуспевание, это не преуспевание вовсе, это просто оболочка, да? Ну, вот у нас такой менталитет, видите, интересный. Мы еще поговорим, вот тоже интереснейшая книга. Махровое язычество в современном христианстве. И вот есть речь наша, в особенности матерная речь, это есть проявление язычества, христианства. А по вопросу святости я хотел бы, чтобы вы прочли каждую вот такую книгу. Четыре уровня святости. Есть у этого пастора еще и другие книги. Видите, мы говорили, что есть заповедь Божья, да, будьте святы, потому что я свят, да? Здесь он тоже различает праведность и святость. Помните, мы говорили, когда мы принимаем Иешуа, да, мы оправданы по закону, и мы переходим из царства тьмы, да, в царство света. Мы становимся гражданами этого царства света. Но живем ли мы постоянно в этом царстве света? Нет, к сожалению, мы не живем в этом царстве света. Потому что для того, чтобы пребывать в святости Божьей, да, мы говорили различные условия, и Давид там говорил, да, кто может пребывать в присутствии Божьей. И оказывается, что мы считаем себя святыми. И вы знаете, мы с женой тоже рассуждали. Все, что я вот вам говорю, понимаете, это я все уже прокатал на своей жене. В особенности я этим летом досаждал, потому что Бог многого мне изменял. И она говорит, что есть еще один вид садизма. Знаете, садист берет там женщину в публичном доме, там, бьет ее и изъевается. Говорит, если бы ты снял женщину на ночь в публичном доме, то бы ты с ней сексом не занялся, но болтал бы ее до смерти. Все бы разбирались. А я сейчас на вас это все использую. Вот видите, без святости человек не может попасть в Царство Божие. И есть один уровень праведности, то есть мы говорили, положение наше как праведности, но есть различные уровни святости. То есть в зависимости от своего духовного развития. И есть первый уровень святости, это младенческий. Это младенческий уровень святости. Да, ну вот человек только покаялся и все, да? И тут он начинает жить. Чем характеризуется этот уровень? Прежде всего верующий много размышляет и ставит в себе определенные задачи. Задачи на свою жизнь на этом уровне святости. Я вам не говорю, что какой-то уровень святости хуже другого, да? Мы все идеали должны пройти все четыре этих уровня святости. Хотя до четвертого доходят не все. Плохо, когда человек, не пройдя первый класс, идет сразу в пятый, понимаете? Вот что плохо. Поэтому не говоришь, что какой-то уровень святости хуже другого. Но просто когда ты переходишь на другой уровень святости, тебе кажется, что то, что ты делал раньше, да, это совсем не то, что было нужно. Хотя оно нужно каждому на определенные этапы развития. Итак, рассуждает человек примерно так. Значит, ну что? Я покаялся, да? Это хорошо. Что мне нужно? Ну, необходимо принять водное крещение. Вторая цель. После достижения этой цели идет крещение Духом Святым. Я сейчас не буду говорить о том, как разные динаминации понимают это. Вот. Сознавением иных языков. И вы знаете, что водное крещение, крещение Духом Святым могут иногда меняться. У меня, например, на варенье на языках крещение Духом Святым, как говорят пятидесятники, происходит раньше водное вооружение. Ну, это неважно, да? У каждого свой. Каждый по-своему проходит этот этап. И человек рассуждает предельно так. Мне нужно хотя бы раз в неделю посещать служение в церкви. Ну, лучше, конечно, два раза в неделю. Это программа минимум. Вот такие приблизительные задачи ставит человек перед собой, пребывая на младенческом уровне святости. Ну что? Мне нужно читать Библию еще, да? Вот. Я не совершаю таких видимых грехов, да? Хотя те грехи, которые никто не видит, я, в общем-то, продолжаю. Вы понимаете, человек, мы, по идее, на хлебопреломнение должны судить себя. Ну, а это уже такой гуманный суд и такой милостивый суд, когда мы себя судим. Правда? Согласны? А когда мы судим других, вот тут, конечно. А когда мы сами так, кто нас пожалеет, как сказал Гелий, сам себя не пожалеешь, никто тебя не пожалеет. Хотя, видите, жалость – это немножко другое качество. И человек искренне раскаялся в грехах, да? Ну, если не искренне, не по своему желанию пришел в церковь, то он еще просто не родился свыше. Но младенческий уровень святости характеризуется именно вот такими вещами. Человек во многих местах он имеет лукавство, и лукавство не выходит сразу. Он хочет перехитрить Бога, людей и себя. Он даже пытается перехитрить Бога, хотя, знаешь, бесполезное это занятие. Вот. Ну, конечно, он-то себе рисует определенные вещи и думает, что это все красиво и хорошо написано. Написано. Вот какие основно три желания, которые бывают у духовного младенца. Ну, во-первых, как можно меньше в жизни напрягаться. Все мы ленивые, да? Правда? Ну, каждый... Вот я, например, очень ленивый человек. То есть я то, что делаю, у меня основные мотивы – чувство долга. Но если я что-то не должен делать, то я что? Не делаю это. Такого свойства. И любой человек такой. Как можно меньше в жизни напрягаться. Это желание находится в его сердце. Он думает, что кроме него самого не знает об этом желание. И даже он об этом открыто не говорит. Он считает, что уже то, что пришел к Богу и покаялся, это уже должно быть зачтено как героизм. Ну, а если я еще раз в неделю... А, да, все два раза в неделю. А если я еще хожу на домашнюю группу, то, конечно, в жизни, как вы знаете, всегда есть место подвига. Помните, барон Мюхазен даже режим своего дня включил, да? Семи до восьми что делаю. Совершаю подвиг. Плюс. Например. Или читаю Библию. Хорошо. А во-вторых, как можно меньше изменять свой привычный ритм жизни и как можно меньше его нарушать. Ну, то есть, что-то, от чего-то от человека отказывается, это, естественно, то, что видимо, да? Ну, в общем-то, мы 90% жизни продолжаем жить как кто? Как неверующий человек, да? И мы себе это прощаем, и все нормально. Нам легче даже отказаться от чего-то внешнего, одеваться по-особому. Даже нам запаститься до смерти и то легче, но не дай Бог троиду своего внутреннего человека, да? При этом у каждого свои черты характера, да? У каждого есть свое вымя. Помните такую комедию «Полосатый рейс»? На вымя не наступи, сразу проснется, да? Или Ильфа и Петрова подержать корейка за вымя. Человек может себе позволить на ноги наступить, на уши, на голову, но не дай Бог, кто-то его тронет за вымя. Ну, то есть, я имею в виду самую чувствительную часть его внутреннего человека, да? Тут оно что-то взрывается, и все. Дальше, вот, все это вот, что он приобрел, да, оно фактически снисходит на нет. И, в общем-то, он внешне, значит, он что-то делает, принимает все своими силами, старается удовлетворить Божьи требования. Ну, и третье, как можно меньше дискомфорта вносить в свою жизнь, да? Уровень комфорта должен быть такой, что не падать ниже определенной планки. Поэтому многие люди не отказываются от мирской работы, делают компромисс, там, допустим, он сегодня может петь в церкви, завтра он пойдет петь в бар, да? Ну, это нормально для него. Оказывается, жить надо, работать надо, да? То есть, от чего-то отказаться, это значит потерять свой комфорт. И это очень серьезно. Вот. И на этом уровне святости многие живут. Но внешне они, конечно, и радуются Богу, и пляшут, и танцуют. Многие такие люди и работают, и даже совершают что-то. Но он всегда попытается убедить себя самого, и Бога, что есть какой-то кандидатский менюм, да? Который для него достаточен. К сожалению, многие динаминации не учат людей дальше идти в этой святости. И вот получается, что люди пляшут, танцуют, а церкви разваливаются. Видите, этот человек может в первое время активно евангелизировать, у него сердце горит для Бога, но такой человек рано или поздно остынет. Почему? Потому что внутренняя его святость не соответствует тем требованиям, которые он к себе принимает или тем требованиям, которые ему пастор. Да? Вот заметьте, я постоянно слышу в церквях, я постоянно слышу это и в армашиях, и постоянно слышу это в Благой Вести, наверное, в какую церковь я не пойду, постоянно слышу, что мы мало ходим на молитвенные собрания, мы мало работаем, мы мало молимся и так далее, да? Вот. Ну, человека можно палкой загнать, понимаете, создать определенные условия. Но это тот же самый принцип, что и один человек может привезти лошадь к водопою, да? Но и сто человек не заставит ее пить. Может и один человек привезти другого на молитвенное собрание, но и сто человек не заставит его молиться так, как этого хочет, чтобы это делал Бог, и выполнять обязанности сердца. Вы понимаете? А так как у человека критика к своему состоянию снижена, то он считает себя вообще-то неплохим членом церкви. Правда? Второй уровень святости. Второй уровень святости – это уровень дел. Помните, мы говорили, что вера без дел мертва. И мы должны понимать, что мы должны совершенствовать свою святость через выполнение заповедей, да? и мы совершаем уже добрые дела, и мы совершаем еще раз говорю добрые дела, то некоторые церкви даже вообще говорят, что добрые дела не надо делать, да? Знаете? Так, человеку таких вещей, если вот ему внушают, вот мне, да, я говорил, родственник мой молился, моя жена говорит, он молился, да, Господи, помоги мне грешнику. А она, ну, пять лет назад говорит, так как же мы грешники? Какой ты грешник? Ты ж покаялся, мы все правильники. Да? Понимаете? Это есть проявление внутренней гордыни человека и, в общем-то, незрелости. Все мы проходим через это, я никого не осуждаю, вы понимаете? Все мы проходим через такое. И, если мы уже пытаемся как-то жить по духу, усмиряем, порабощаем свое тело, и начинаем постепенно меняться, да? И на второй уровень, уже на второй ступеньке святости появляются первые лепесточки, первые росточки, первые сходы христианской гордости. То есть, вот он может сказать, я иду в небеса, я праведник, а вы? Может такое быть? Пять минут осталось, да? Хорошо. Видите, человека возникает также желание служить Богу. Не просто делать что-то, как на первом уровне святости, а служить Богу. И можете отметить, что на втором уровне святости верующие нередко берутся за пятигранное служение. Как они уже служат, это уже по-разному, да? И они начинают размышлять, и, естественно, уже более глубокие грехи Бог им открывает, да? И они начинают бороться со своими грехами, ну, вот эта внутренняя гордость, она начинает в них играть, да? И люди уже стремятся вот в пятичезное служение, они пророчествуют, они что, поучают других. Я говорю, хорошо, если ты знаешь на одну букву больше, да? Научи другого. Но если ты начинаешь поучать другие, немногие делайтесь учителя, да? Хорошо? Давайте. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok